так друзья всем привет сегодня вот такое вот кольцо вот такое вот заломанное серебряное кольцо шинка поломана и вот так загнута но и нужно сделать ремонт этому кольцу то есть будем выпрямлять шинку вот и запаять если конечно при рихтовке шинки шинка еще нигде не обломается потому что если есть здесь залог то возможный вариант еще бунин где-то залом вот по металлу в каких-то местах ну ладно берем инструмент берем пассатижу с округлыми краями здесь вот эти вот ребра они не острые такие вот полукруглые спиленные и сейчас будем выпрямлять поломанную шинку здесь нужно очень аккуратно быть не дергаем не гнем сильно это предварительно сейчас работаем на сыпать пассатижами потому как здесь есть довольно такие острые залом но сейчас нужно на ригели обстучать для этого есть ригель металлический конусный сейчас на него одеваю и обстукиваю выпрямляю окружность вот такой вот молоточек деревянный точнее текстолитовый ригель конусный натягиваем кольцо кольцо натягиваем и обстукиваем шинку и и здесь вот такое место есть вот здесь прям рядом с вставками с камнями я там не могу подключать деревянным молоточком а вот подстучим металлическим аккуратненько вот так здесь есть залом который обстучать только металлическим молоточком получится ну вот отлично отлично так посмотрим что получилось ну вот такая вот картина вот уже такая есть окружность но теперь нужно подработать концы вот эти вот торцы где поломанный металл тут он корявого такой вот с кавернами зернистый вот и перед тем как паять нужно эти торцы сейчас пильнуть сейчас над филёчком подработаем сделаем ровные плоские чистые торцы после сведем кончики и сделаю паечку так берем над филёк и над филёчком спиливаем торцы ну вот теперь чистая грань здесь на торце вот она я думаю видно сейчас вот тот блеск и вот тот который поломанный торец видите серый зернистый вот он для пайки никак не годится поэтому второй точно так же сейчас он работаем вот и второй торец вот он да вот видите на отблеск какой он стал вот так должно быть всего сейчас сводим кончики между собой стыкуем как можно ровнее и как можно плотнее серебро мягкий металл пандат ли поэтому вот так без всяких усилий просто берем не чуть-чуть отдела напряжение то есть свожу вот такого заход делаю чтобы при нагреве паечка не расширилась шинка не расширилась вот так стыкуем флюсую и припойчиком запаяем так легкий нагрев там конечно не греем с вами потому что опускаем в флюсы легонечко легонечко вот так вот чтобы не испортить камни легкий нагрев даем газ кончился в пистолете надо зарядить пистолет газом да кто не видел как пистолет газом заряжать вот эту крышку снимаем здесь отверстие для заправки газом баллон такой вот и вот такой вот переходник кстати у меня есть ролик где-то в плейлистах на такой переходничок сделать переходник вот он очень хорошо заправляет все остальные переходники сколько пробовал ну короче нету вот такой переходничок и заправляем долго не держит пару секунд раз два три 4 5 все достаточно этого специалист под заправился ну это чтобы пламя не сбивалась пламя было нормально то которым хорошо работать для меня как помню поэтому я вот так заправляю пистолет на полную катушку я его не заряжаю потому что там пламя будет не то которое мне нужно все камушки я не грею только легко легко нагрел шиночку ну только чтобы бура забурилась все делаю пайку нагреваю шинку но заодно смотрим как нагревается металл так чтобы металл разум чтобы косяк не попасть скажем так он бывает все когда неизвестный там все готово готова запаяли пропаять довольно жирно капли сделал что мы закрылся весь шоу теперь лишь не обточу сейчас слегка общем пламенем нагрею шинку чтобы снять напряжение с шинки после того как постучали на ригель и металл сейчас нагреем что на металл немного осла все это мы достаточно сейчас он остывает я его отбеливаю и сделаем обработку друзья вот после отбела вот картина становится ясней то есть вот шов который был запаян видите там довольно жирненько залил припойчиком большую каплю припоя кинул это специальная больше припоя сюда наложил чтобы шинка была немножечко по надежнее попрочнее залита припоем и вот после того как шинку я отжег и отбелил вот видно дефект по шинке как я вам уже и говорил в самом начале видео когда взял пассатижи маленькие вот в руки и рифтовал шинку говорил что возможно всякие заломы о шинке или дефекты в металле когда паял когда начал паять шинку то сказал видео что возможно металл неизвестны и возможно всякие нюансы с кольцом вот один из них вот смотрите видите вот такая вот такой дефект по шинке вот еще один залом шинке то есть там трещина металли который нужно будет сейчас тоже естественно с одной стороны нету с лицевой хотя вот так проводишь он здесь что то есть вот на ощущение на ощупь ногтем есть заусенец при нужно будет сейчас сделать еще одну вторую пайку ну а с этой стороны вроде бы нету дефекта тоже она только корявенькая шершавая внутри шиночка вот сейчас я делаю еще одну пайку вот здесь вот пушинки сейчас я иголочкой там немного проковыряю вот это черное это какой-то я не знаю предмет грязи что ли если будет грязь то вот этот залом внутренней не пропаяться не зальется припоем поэтому либо еще раз отжигать их рисовать еще раз отбеливать хорошо вычищаете грязь либо механическим путем маленькой иголочкой то вышкин бать весь иначе не пропаяю ну а камни пока уровень стоят на месте в общем-то это дефект при литье при отливке этого кольца вот здесь внутри пашинки образовалась пустота то есть сейчас иголочкой туда залез и тут дырка внутри видите здесь дырка сквозная шинки это пусто пустота прилетела там разовалась такая вот такой дефект но сейчас буду пробовать запаивать заливать припоем на бывает такое ну вот такую капельку туда закинул сейчас буду помогать пинцетикам чтобы эта капелька туда затекла вот так раз вот здесь она протекла то есть под заполнила полость сейчас хрисанул еще раз серебро любит чистоту поэтому еще раз хрисанул еще раз прогрею отсюда снаружи накину припойчика полоска блин припой че-то толстая надо было мне поменьше нарезать а я че-то схватил то что то что было так ну да ладно сейчас еще раз немножко капелюшку кину я до конца не прогреваю шинку а такой полухолодный металл чтобы только нагрелось то место где именно вот эта дырка чтобы припой не утекал в другие места а то имеет такое свойство быть убегать в другое место так еще раз хрисанул так а и и и и и и и и и сейчас более сильнее нагрею вот так чтобы аж припой хорошо прогрелся вот так да такой жирненький чернота вышла в черное место вот она это вышла чернота грязь вышла припой припой выдавил грязь из полости пушинки что-то там было при отливке колечко чё-то чего-то пошло не так да по-моему достаточно везде залил припой да очень хорошо все сейчас вот так прогрею еще но тут важно также припой не перегреть чтобы он не закипел не запузырился а то бывает и такое что может и перегреть запузыриться припойчик так ну что ж сейчас она подостынет еще раз отбелю надо чтобы она сейчас все полностью остыла припой много залил прям целая за горкой вот и отбили потому что с камнями с горячими нежелательно отбеливать и бросать надо чтобы камни были холодными теперь шинка запаянная вот я сейчас уберу весь лишний припой припой хорошо пролил дефект внутри в эту полость внутри в шинке это видно я его чересчур наложил прям с горочкой ну и сейчас я все это обработаю обработку я не буду показывать вы можете обработку посмотреть на моем канале очень много видео про обработки как обрабатывать чем обрабатывать так что этот момент сейчас я пропущу и наверное будет сейчас уже готовы конечный результат да вот отсюда все вот припойчик вышел да он все залил внутреннюю полость вот такие бывают дефекты в кольцах не только в шинках но и абсолютно в любых местах вот такие возможные дефекты так что ребята при ремонте имейте это в виду знайте об этом что бывает так что берешь ремонт с одной проблемой и по ходу работы всякие форс-мажорные могут быть нюансы посмотрим ребята что получилось вот он конечный результат сейчас колечко выглядит вот так шиночка конечно тоненькая и еще было с дефектом сейчас посмотрим где были пайки сейчас я найду только не уже не вижу мне место пайки было так вот здесь вот здесь вот было место пайки снизу пушинки но в принципе неплохо получилось так вот да чистенько шиночка и в середине шов вот здесь вот ну тоже чисто чисто шиночка в середине шовчик и пустоту дефект пушинки неплохо вот такой вот ремонт серебряного кольца со скрытым дефектом от литья внутри пушинки на этом все ребята ставьте свои лайки кому понравилось видео кто вновь пришел на мой канал подпишитесь а на моем канале найдете очень много интересных ремонтов и изготовления различных ювелирных украшений на этом все всем пока до новых видеороликов всем удачи переметы